всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в программе у нас мексиканская кухня садитесь поудобнее расслабьтесь знаете какое самое популярное слово в испании маньяна завтра так что отложите на завтра все свои срочные и несрочные дела ну или по крайней мере позволить себе хотя бы четверть часика спокойствия сегодня хочу приготовить кесадии с курицей люди знакомы с мексиканской кухни ну или по крайней мере знающий испанский сейчас поржали само название кесадии это сплав двух слов кеса сыр и ди как тортия лепешка то есть это скажем так аналог татарского блюда кастыбы только в татаре его и готовят с картошкой с пшенкой а в мексике сыром но ничего не вечно под луной все течет все меняется и сейчас кесадию всяк норовит положить кроме сыра еще что нибудь то есть аналогичным бутерброду то есть само название бутерброд это бутерброд масло хлеб но сейчас в наши дни даже самому отбитому ваней из самого глухого мухосранска понятно что бутерброд это не обязательно хлеб с маслом это может быть по крайней мере еще и хлеб с колбасой к чему это я да к тому что вы не пытались слепо повторять читам рецепты мои в том числе осмотрели в первую очередь на технологию и вооружившись этой самой технологии творили свои собственные идеальные именно для вас рецепты короче кесадию я сегодня планирую положить кроме сыра еще куриные бедрышки запеченный на углях сладкую кукурузу запеченный на углях острый чили перец и маринованный халапеньо чтобы куриное мясо добавить яркости приготовлю маринад чеснок надо крупно порубить но затем растереть в ступке с солью перцем рублю только для того чтобы проще было в кашу растирать да из всей кучи ножей что у меня были и теперь есть благодаря самури у меня как-то незаметно фаворитом среди всех этих линеек стал вот этот вот хай карбон но ви наверное в 9 случаях из 10 я на кухне именно за него хватаюсь так но теперь надо равномерно все растереть такую более-менее однородную смесь чеснок черный перец и соль и растираю и масло оливковое сюда ароматное опять растираю без фанатизма но более менее до однородного состояния ну вот как то так а вот теперь надо добавить кислоты и это будет лайм целиком его наверное вот так и размешать это мне получился соус винегрет но с кислой основой не из винегара уксуса а из лайма все бедрышки отправляются в пакет а следом за ними и маринад пакет удобен тем что в нем расход маринада меньше экономлю короче все курочка пусть маринуется и кстати много не надо минут 20-30 как раз времени хватит для того чтобы камеры переставить до углеродка чигарить давайте начнем обращаю ваше внимание у меня тут случилось некоторые достаточно обильные пополнения девайсами для приготовления за что отдельное спасибо компании Weber Steffen я три года кругами ходил вокруг их нового гриля даже не вокруг их нового гриля вокруг чугунка который к этому грилю подходит прекрасно и для всего остального но не решался купить стартер кстати крайне удобная штука дело в том что три года назад когда мы только перебрались в испанию я купил себе гриль Weber предыдущей модели у меня в россии было я им очень доволен но здесь я сразу собирался строить ну нормальную летнюю кухню с мангалом с печкой извините с мангалом с печкой и решил что тратить деньги на полноценный большой комплекс гриля Weber это пустая трата денег заглупил поторопился как я довольно быстро понял почему да потому что в предыдущей модели я вам сейчас покажу в предыдущей модели решетка гриля это просто решетка и больше ничего а в новой серии называется master touch средняя часть решетки съемная и вместо нее можно поставить чугунок который я вам покажу обязательно сковородку можно поставить камень для пиццы можно поставить всякие дырявые сковородки для того чтобы готовить всякие овощи чтобы лишний сок через эти дырки проходила вниз капал на угли получался ароматный дымок и прочие прелести короче вот эта система это гораздо более богатый по возможностям агрегат да да я знаю что вы скажете дорого вы что думаете строительство вот этого мангала и печи им дешево что ли мне стало мы с вами сейчас немного про разные вещи говорим если вы думаете про мангал разборного типа который бросил машину да поехал на речку шелка приготовить согнул его там или он прогорел да выбросил к черту и оставил туда конечно это дорого а если подумать что живете вы например в своем доме или постоянно на своей даче и прикидываете во сколько вам обойдется строительство полноценной летней кухне с мангалом с печью то вообще-то и экономия достаточно приличная выходит я вот не знаю сколько денег в остальной части россии мечтники берут за свои услуги но московской области да и в тверской собственно где я дачу свою сооружал они просят за свои услуги столько денег что какой-нибудь зампред газпрома по сравнению с ним жалким бомжом покажется короче три года назад я конкретно сглупил купив младшую модель и если бы не помощь вебера вряд ли бы решился приобрести новую потому что старые через 10 лет будет в таком же состоянии выбрасывать ее жабы душит в общем пока этот творил со своим пополнением и угли разгорелись варежки тоже новые есть я просто старыми пока воспользуюсь с вашего позволения давайте приступать разровняем немного главное самое главное правило при обращении с грилем решетка должна быть раскалена вот так если она не раскалена то продукт ней наверняка прилипнут смажу кукурузу сливочным маслом размягченным это придаст ей дополнительную сладость вообще это кукуруза продается уже готовый отваренный что ли не знаю ли отпаренный принципе ее можно было бы использовать и так но я хочу дополнительно ее подрумянить на гриле вот так на мой взгляд ей больше ничего не надо и вот теперь можно приступать кукурузу хочу только местами слегка подрумянить а вот курицу мне надо приготовить полностью в принципе на таких жарких углях все готовится очень быстро смотрите уже можно другим бочком класть еще минуту скоро очень скоро съем я кисадею птица дойдет на второй стране до кондиции но времени мы на это потратим гораздо меньше потому что под крышкой жар распространяется со всех сторон конечно со стороны углей он сильнее но все же по моим наблюдением времени на вторую сторону ходит процентов на 30-40 меньше чем на первую здесь все готово пора снимать какая красота нет конечно самые нетерпеливые уже сейчас схватятся за эти куски и съедят все но мне хотелось бы кое-чего поинтереснее пусть кукуруза и курица слегка подождут а я быстро приготовлю гакамоле нарезаю лук-шалот мелко рублю чеснок разбираюсь с авокадо смешиваю все до однородности нарезая кубиком помидоры отправляю в чашку лайм для кислоты соль оливковое масло и перемешать гакамоле готов перец не стал добавлять потому что острота у меня будет кисадии а теперь начинка для них кукурузу срезать курочку почикать кусочками чили перца настрогать халапенье добавить и кинзы нарубить если в люди нет кинзы это значит не мексика и смешать все старательно можно начинять лепешки тортия и на одну половинку начинка так а теперь сюда отлично знаете какое знаете какое самое главное отличие кисадии от энчелады или буррито тем что кисадию обязательно складывают пополам а вот энчелады там и буррито могут заворачивать как шавуху и вот такую красоту надо слегка прогреть над углями чтобы сыр слегка расплавился не лепешка прогрелась да вот-вот уже можно будет наконец-таки съесть кусман вы не терпится много еще чуть-чуть готова так горячо смотрите какая красота сначала без гокамоле сыр в сочетании с кукурузой дают сладость курочка кислинку она промариновалась хорошо и перец дает остроту но очень слабую наверное можно было бы и чили перца побольше и хлопенью побольше гокамоле так ну а теперь с гокамоле так ну-ка вот так вот побольше гокамоле смотрите какая красота с гокамоле это вообще отпад потому что она и освежает и добавляет такой маслянистости и кислинки о великолепное сочетание знаете чего еще не хватает пенного напитка ну вы поняли ну сегодня без него пробуйте спасибо за компанию и всем пока классно извините я потом вырежу и ну и и и и и и